на мкс сломался американский туалет да да самая важная комната в любом давайте не будем кривить душой сегменте международной станции потому что утро начинается далеко не с кофе как бы не рассказывали обратные рекламные ролики в модуле наших звезд на полосатых друзей снова не работало это кстати наводит и еще на кое-какие мысли чем они там питаются а потому первый в мире полностью частный экипаж был вынужден принять любезное предложение русских воспользоваться удобствами в российской половине космической станции главное только не пытайтесь ее снова продырявить причем сейчас будет обидно тем кто любит рассказывать про бесконечный гений товарища иона маска надо уточнить бравые американские астронавты после полонки туалета в американском же сегменте мкс не смогли воспользоваться и даже штатным туалетом крю дрэган причем честный представитель звезд на полосатого экипажа мистер коннор после рассказа о благородстве и радушия русских космонавтов естественно вынужден был выкрикивать клятвы поддержки стране самых смелых президентов то ли без этого у них там теперь в космос не берут то ли это такой ритуал после похода в туалет пойди разбери но факт остается фактом сходил по большому кричи кто не скачет тот ну сами понимаете хотя честно сказать это так мелочи заметки на полях каприз художника если вы понимаете добивающий удар нашим исключительным друзьям нанес чуть позже дмитрий рогозин тот самый который побрил в свое время хоть германию между прочим отказав ей в совместных опытах в космосе хоть наса которому россия заморозила поставки в сша ракетных двигателей rd-180 и rd-181 которые также напомним страна в которой якобы самая продвинутая наука что аж слезы наворачиваются повторить почему-то не в состоянии впрочем как мы уже намекали это были цветочки подробности через несколько секунд друзья у нас радостные новости пошел третий месяц работы канала не конец истории при том что youtube отменил монетизацию в россии и все эти недели мы работаем с вашей помощью которую ценим и приносим вам самые горячие благодарности причем новостей стало так много что мы запускаем третий ролик в день чтобы вы знали все однако при этом хотим напомнить что все это работа монтажеров автора редактора так что даже 50 рублей что вы будете переводить нам на постоянной основе если вас будет много пожалуйста не думайте что пускай это сделают другие помогут нам и дальше радовать вас свежими новостями в нашем это пишут зрители неповторимом стиле заранее спасибо номер карты вы найдете в описании к этому ролику вместе победим и так да пока нам показывают постоянно кино про то как космические корабли сша будут бороздить просторы мирового океана так в новом фильме падение луны ребята доигрались до того что запустить шаттл могут теперь пара человек на орбите у них теперь есть авто пардон кораблезаправка имени илона маска а в челноках made in usa без проблем стоит антивирус касперского который между прочим сейчас под санкциями вот что product placement животворящее делает в реальности у хьюстона большие проблемы в общем правительство страны без пармезана определилась со сроками прекращения российского участия в проекте международной космической станции но пока решение оглашать не будут сказал глава роскосмоса дмитрий рогозин могу сказать только одно в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на мкс отметил глава госкорпорации и это очень важно потому что штаты теперь пускай ходят гадают когда и что произойдет ибо в космосе они очевидно зависят от россии как на земле зависят от урана нефти газа или удобрений кремля прямо согласитесь какой-то заговор еще вчера гегемон всем говорил что россия эта страна региональный лидер великая но не исключительная как сияющий град на холме а сегодня ничего белый дом без москвы порешать не может от слова совсем причем мы бы хотели порадовать любители рассказывать что все это пропаганда но даже затопить мкс без россии не получится о чем уже говорил дмитрий рогозин нет ни специалистов не технологию сша на сегодня для подобных задач а телефоны с надкусанным яблоком по-прежнему помогают управлять большими межгалактическими крейсерами только в кино а потому кстати понимая что без участия россии международная космическая станция обречена наса и са и канадское космическое агентство направили в адрес роскосмоса письма в которых утверждают что существующие американские санкции не влияют на работу станции однако руководство госкорпорации придерживается другого мнения ранее дмитрий рогозин на встрече с депутатами госдумы от лдпр заявил что работа на мкс в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной в общем еще полгода настоящей заварушки не прошло они железный человек не ион маск прекрасную 245-летнюю американскую демократию не спасают и это точно не конец истории